Виталий, приветствую тебя! На торговой сессии среды наша с тобой вторая встреча в рамках недели. Сегодня как раз она в преддверии оглашения итогов заседания американского регулятора. В понедельник говорили, что торговая сессия среды обещает быть жаркой, точнее даже уже в переходе со среды на четверг, потому что традиционно поздним вечером, если ориентироваться на московское время, подводит итоги. В 21.00 это ставка, это основные параметры денежно-оперетной политики, сопровожденные заявления, прогнозы по экономическому росту, инфляция и так далее. И спустя полчаса после этого пресс-конференция. Вот на нее как раз больше всего сейчас внимания обращено, потому что надеются многие, особенно те, кто рассчитывает на дальнейшее ралли индекса американского доллара, на то, что ФРС в лице Паула может просиморизировать о начале сокращения программы количественного смягчения. Причем нужно понимать здесь, это не значит то, что Паула анонсирует сокращение программы количественного смягчения вот сегодня, соответственно, уже через неделю, а ФРС будет покупать в меньших объемах облигаций. Нет. Я думаю, что большинство участников рынка даже рассматривают даже в большем порядке сценарий, при котором сегодня Паула сообщит о том, что изменения в политике могут произойти к концу этого года, например, в ноябре и декабре, где программа и когда программа QE может быть уже свернута там на 10, на 20 миллиардов или на какой-то другой порядок цифр. Ну, сегодня, опять же, все узнаем. Сейчас, наверное, уже нет смысла продолжать обсуждать один и тот же расклад относительно того, что есть факторы за то, чтобы свернуть стимул, есть факторы за то, чтобы их оставить. Потому что вот лично мы с тобой, поскольку разбираем доллар уже довольно-таки давно, не раз касались этой темы. Я сегодня даже хочу немножко оставить в покое эту тему. Просто нам остается лишь дождаться выступления Паула и, наконец-таки, просто услышать, что он скажет. И уже после этого на следующей неделе, в понедельник, мы с тобой поговорим, какие решения приняты и как это должно влиять на долгосрочные ожидания по доллару. Просто от себя добавлю, давайте демонстрацию экрана. Что в целом, я сейчас индекс доллара на ваших экранах, котировки 93.23. Если посмотреть на четырехчасовой таймфрейм, действительно, здесь геопазон довольно широкой проторговки, но явный боковик. Рынок, с одной стороны, есть на нем идеи, чтобы отыгрывать, но с другой стороны, такая динамика свидетельствует о неопределенности трейдеров, которые оказались заложниками неопределенности самого же Федрезерва. Будут ли они менять политику или нет? Я склонен полагать, что все-таки время еще не пришло для сворачивания символов, поэтому долгое время продавал и, наверное, долгое время буду еще продавать индекс доллара, ожидая, что он окажется ниже. Это такая долгосрочная сделка, и также уже много раз уже комментировал, те, кто следит за моим контентом, знают мое отношение к баксу. В то же время, если разменится на какие-то долгосрочные сделки, в частности, в прошлый раз я давал комментарий и комментировал ситуацию на рынке нефти, рекомендовал продавать там с уровня 74,50. Мы в моменте очень хорошо вниз ушли, там локальный мини был на отметке 73,25. Сейчас, в принципе, находимся на тех же уровнях, на которых открывали сделку, и я, признаться, вышел из нее по безубытку, потому что рассчитывал, что падение будет в моменте более значительным, и сейчас перед заседанием ФРС я понимаю, что волатильность может быть большим. И для рынка нефти эта волатильность легко может составить несколько процентов вверх и вниз, а просто потому, что рынок так отреагирует на новости. Ну, чтобы вот не зацепить уже стоп-лосс, пока что, раз мы не смогли заработать, уйдя к заветной цели, к сегодняшней торговой сессии нефти, лучше оставить в покое. Но тем, кому интересно, что в целом с рынком может быть дальше, я склонен полагать, что снижение все-таки в приоритете, потому что, ориентируясь на последствия ураганов, ну, в основном, Иды, потому что именно это стихийное бедствие стало причиной значительного сокращения объемов нефтедобычи. Сейчас, по последним данным экологического контроля в США, меньше уже 20% простое производство, то есть нефтянка по объемам добычи, загрузке производственных мощностей восстанавливается и возвращается к прежним уровням. Поэтому, в целом, стоит ожидать обратного эффекта для котировок. Если раньше на опасениях перебоев поставок рынок рот, сейчас вполне может быть локальный откат. Также Организация экономического сотрудничества «Развития» вчера присмотрела прогноз роста мировой экономики по низу. Короче, пока что тенденция нисходящая. Также, рассматривая британскую валюту, исходя из политических рисков, то, что действительно сейчас очень многих, особенно граждан, волнует вопрос, связанных с новым дополнительным налоговым временем. Это ранее стало причиной серьезного обвала фунта. Сейчас фунт также ушел в локальный дрейф. Хотя я сохраняю цель в районе отметки 1.36-1.35, я сегодня, опять же, призываю вас, друзья, если вы только будете открывать сделки, делайте это крайне осторожно, потому что сегодня всплеск по владельности точно будет. И рынок, прежде чем определиться с дальнейшим движением, может показать приличный ход наверх и вниз. Тенденция здесь нисходящая. По европейской валюте я также, как и ранее, рекомендую ждать рассадки до более там пары евро-доллара до отметки 1.1650 и оттуда уже покупать через отложку, которую я ранее озвучивал. Сегодня я могу в качестве подтверждения еще одного аргумента за то, что евро просядет, сделать акцент на индекс рыночных настроений. Иногда, когда есть значительный перекос сил продавцов и покупатели, я касаюсь этой темы. И сейчас мы видим то, что 70% трейдеров. Я говорю про трейдерское сообщество компании Amart. 70% трейдеров считают, что евро уже достигло своего дна и дальше будет расти. Допускаю, что будет пока что еще движение вниз. Возможно, я в прошлый раз говорил о покупке евро от 1.17, о возможной покупке. Наверное, они посмотрели и все купили там 70%. Так, и еще одна сделка сегодня по золоту. Это часовой таймфрейм сейчас котировки 1778 долларов за тройскую унцию. Здесь, опять же, в расчете на то, что до заседания ФРС мы можем сходить вниз, в частности, к поддержке 1770. И оттуда я уже предлагаю купить стоп-лоссом на уровне 1760 и тейком в районе 1800 долларов за тройскую унцию. Короче, сегодня торгуем волатильностью, ждем мощные движения и ждем, я надеюсь, что в этот раз будет больше конкретики от ФРС, потому что в неопределенности уже многие устали находиться. Виталий, слово тебе. Давайте быстренько пройдемся по тем идеям, которые я в прошлый раз говорил. Это о шарте биткоина. В принципе, биткоин сделал те первые цели, которые я говорил. Напоминаю, где-то в понедельник мы общались в данном диапазоне. Говорилось о целях 42 тысячи, 42-43, то есть вот эти минимумы должны были сделать. Мы их наконец-то сделали, даже немного ниже ушли. Более среднесрочные цели – это на 30 тысяч. Да, возможно, туда пойдет биткоин. Это уже будем по факту смотреть. Говорил, что туда медленно будем падать, как вариант, через какие-то коррекции и так далее. Конечно, цены в понедельник, о которых я говорил на шорт, были не очень хорошие, но своим, скажем, подписчикам, ученикам точнее, я говорил о шарте биткоина еще на выходных, то есть в воскресенье, так как биткоин торгуется круглосуточно, иногда некоторые криптовалюты мы рассматриваем и на выходных. Поэтому были очень хорошие цены для шорта, потому что на рынке есть моменты. Мы встречаемся в понедельник, среда, и в эти дни не всегда бывают какие-то хорошие цены для входа по инструментам. Бывает, условно, вчера какая-то была хорошая, а сегодня уже заходить нужно большой стоп-лосс ставить и, скажем, соотношение не очень. Поэтому пока сохраняю движение вниз. Кто ранее шартил удерживать, возможно, часть зафиксировать, я так и сделал. То есть пока вот такие видения у меня по биткоину. Дальше, что было еще по S&P 500 аналогично, в понедельник говорил за шорт, мы еще до конца дня неплохо прокатились вниз, сделали какие-то первые локальные цели, это 43-46 минимум, который был у нас в августе. Аналогично то же самое, вот мы в понедельник по S&P 500 встречались, но хорошие цены были для шорта. Это прошлая неделя, то есть данное накопление, которое было, то есть модель с небольшим стоп-лоссом, поэтому это нужно понимать, что не всегда бывают хорошие цены. На текущий момент сохраняю пока идею на снижение по S&P 500. Кто ранее шартил удерживать, там без убытки. То есть те идеи, которые мы с учениками шартили, то есть мы очень высоко, поэтому есть куда, если будет волатильность, в принципе, есть куда подышать рынку. На текущий момент появились также признаки и покупок по S&P 500. Особенно видно было это закрытие понедельника. Я как раз, когда рынок закрылся в понедельник, и там поздно вечером, точнее это уже за полночь было, написал об этом ребятам, что вот видно было, что такой небольшой выкуп по S&P 500, а такие выкупы сопровождались и в предыдущие разы. Это был, ну, допустим, август, да, но более наглядный пример это июль был, да, то есть аналогично закрытие на часовиках, там видно под закрытие сессии на часовике. Вот сейчас выкупили, здесь такой импульс, и этот импульс может являться и разворотным фигурой, я об этом писал, поэтому можно этот график трактовать по-разному, и если вы там настроены на покупки, то логика покупки тоже здесь есть. Особенно там NASDAQ пришел к глобальной трендовой, то есть, поэтому, вот если мы не сможем пробить по индексам понедельные минимумы, даже я думаю, что они не смогут пробить, если здесь покупки, вчерашние минимумы, то есть, это такой уровень, уровень локального отката, то есть, вот так если рисовать, вот эти уровни, да, то есть, мы их уже не должны пробивать, если здесь покупочки будут рисоваться дальше на возобновление роста по S&P 500 с перехаем. Ну, это, скажем так, для размышления. По поводу нефти, аналогично с тобой был зашорт в прошлый раз, я там мнение по лайт говорил. В принципе, мы в моменте неплохо падали, там более одного доллара интродэй можно было заработать. На текущий момент какая картина. Если мы, ну, сейчас, там, позже чуть-чуть спустимся ниже, это по лайт, ниже вчерашнего минимума, это 71.30 условно, то возможно рассматривать какие-то будут шорты, то есть, выставить sell stop или там уже по факту смотреть. Желательно получить какой-то локальный импульс и после этого рассматривать шорт с дальнейшим падением на вчерашний минимум и, возможно, ниже. На текущий момент я бы не шортил, то есть, с этого хая. То есть, это то, что касается прошлых идей. Также был комментарий у меня по евро-доллару, что евро-доллар подошел к сильному уровню поддержки. Этот уровень 1.17. Мы как раз в понедельник показали, там, ну, возможно, полпункта пробили данный уровень. 1.16.99 с копейками было. И если мы его все-таки удержим 1.17, то, возможно, будет здесь разворот. Ну, хотя я в него мало верю, почему он возможен. Достаточно слишком глубокий был откат по сравнению с импульсом, который был в августе. Мы откатили там 80%. Это показывает на слабину быков по данному активу. Но надежда есть. То есть, если удержим 1.17, можно купить с текущих, то есть, там, в районе, там, 16.80, 100+. Если сегодня нарисуется сильный импульс, то можно будет уже более уверенно говорить о дальнейших покупках. То есть, агрессивно можно купить с текущих, более консервативно уже подождать сегодняшнее закрытие, там, четверг-пятница. Дальше, по остальным валютам аналогично. Возможно, где-то картинка более лучшая, там, австрийский, новозеландский доллар. Но все один в один. Дальше, по золоту, согласен с тобой по поводу лонгов. Золото, кстати, вот, если взять импульс, который мы аналогично нарисовали, как по евро в августе, да, мы его скорректировали всего на 60%. И как раз вчера, позавчера, ребята вот на этой отметке где-то покупали золото, да, и те отметки, которые ты поставил лимитки, в принципе, хорошие уровни. Дойдем туда хорошо. Возможно, с текущих покупать стоп-лос большой, то есть, хотя бы нужно за минимум, там, вчерашний ставить, золото волатильное. И если вот эта теория, что правильно, что это все идет откат, то мы увидим хороший рост на обновление максимума, которые у нас были в начале месяца, и, возможно, выше. То есть, это у нас 1830, возможно, 1900 сделаем по золоту. То же самое серебро, оно, конечно, более хуже выглядит. Оно обновило минимумы, которые у нас были, но мы, скажем, остановились по серебру на достаточно сильном уровне поддержки. Это минимум практически прошлого месяца, и плюс-минус мы болтаемся возле минимума в локальных 2020 года. Это достаточно сильный уровень поддержки. И отсюда, вот если серебро будет идти, скажем, вместе с золотом, то это тоже хорошие покупки для среднесрочных трейдов. Хотя, видим, есть небольшая раскорреляция. Золото меньше падало, а мы знаем, что золото – это более защитный актив, нежели серебро. Серебро является не только, скажем, таким инвестиционным металлом, он является производным металлом. Поэтому, если плохо все в экономике, то данный металл падает. Это нужно понимать. Пока вот такой расклад у меня по рынку. Виталий, спасибо тебе за точку зрения. Напоминаю, друзья, что очень интересная сессия. Сегодняшняя. Ждем итогов заседания ФРС. Настраиваемся на активное движение, контролируем риски. Это очень важно. Ну, а мы с Виталием традиционно вернемся к обсуждению рыночной ситуации. Поговорим уже о том, что сегодня и под закрытие недели произойдет с площадками. Найдем для вас новые точки хода, прокомментируем все и подскажем, как действовать. Виталий, тебе спасибо. Хорошего закрытия недели, хорошего трейда сегодня и хороших выходных. Пока. Пока. Удачи.